Добрый день! Сегодня мы приступаем к изучению продвинутого метода сборки Megamix. Начнем мы с OLL, поскольку этот этап наиболее прост в освоении, дает значительное ускорение при сборке. Это видео адресовано тем, кто уже умеет собирать Megamix. Если вы не умеете, рекомендую ознакомиться с методикой для начинающих. Поскольку это уже продвинутый метод, мы поменяем наш Megamix на более продвинутый. Здесь у нас сверху расположена черная грань, на ней будет наиболее удобно показывать ситуации OLL. В этом видео мы разберем следующие виды алгоритмов. Вспомним стандартные ситуации из метода для начинающих. Галка, полка. Узнаем алгоритм для этой ситуации, чтобы сразу сделать звезду. Разберем все виды крестовых OLL. Начнем с ситуации, где у нас неправильно ориентированы два угла. Разберем все ситуации с тремя углами, где неправильно ориентированы четыре угла. И наиболее неприятные ситуации с пятью углами. Теперь обо всем по порядку. Для стандартной ситуации с палкой у нас останется алгоритм из методики для начинающих. Front. Пиф-паф. Front штрих. Для ситуации с галкой в методе для начинающих мы использовали простой алгоритм с кубика 3х3. Front. Два пиф-пафа. Front штрих. Теперь же мы узнаем более короткий. Для обычной галочки можно использовать следующий алгоритм. Front. Обратный пиф-паф. Front штрих. Мы также будем получать крест. Но не стоит забывать и старые алгоритмы. Они работают немного по-разному и в некоторых случаях удобно применять тот или иной. Если присмотреться, то стандартный алгоритм через два пиф-пафа оставляет на месте все углы. Но вот эти два разворачивает этот против часовой стрелки, этот по часовой стрелке. И аналогично вот эти. Разворачивает этот по часовой стрелке, этот против часовой стрелки. Таким образом, если у вас с этой стороны есть уши или с этой стороны есть глаза, то этот алгоритм приведет вас к двухугловому ОЛЛ. Но если и то, и то, то будет скип. Алгоритм через обратный пиф-паф более короткий и его можно использовать в 90% случаев. Но опять присмотримся. Вот этот угол, так же как и у другого алгоритма остается на месте, не меняет свою ориентацию. Вот эти два меняются местами и вот эти два тоже меняются местами. Этот повернется по часовой стрелке, этот повернется против часовой стрелки. Таким образом, если у вас с этой стороны есть глаза, а не уши, в этом случае вы получите дополнительно два правильно ориентированных угловых элемента. Если подобные вещи просчитывать, можно иметь некоторые преимущества. Но если у вас подобная ситуация, то есть это как бы мягкий знак с блоком тройным, то опять же скипанет. В методике для начинающих в данной ситуации мы использовали два алгоритма. Сначала делали либо палку, либо галку, потом то, что получится. В продвинутом методе подобная точка решается за один алгоритм. Получаем крест. Рассмотрим алгоритмы, где неправильно ориентированно всего лишь два угловых элемента. Их всего четыре. Приступим. Первая ситуация. У нас так называемые широкие уши. В кубике 3х3 этот алгоритм аналогов не имеет. Он будет для Мегаминкса уникален, но несложен. Легко и просто. Можно использовать либо в прямом виде. И, как мы видим, этот алгоритм выставляет сам себя. Если прокрутить тот же алгоритм в обратном порядке, из такого положения, то ОЛЛ тоже соберется. Я использую первый. Широкие глаза. То есть это глаза, которые расставлены широко. Можно использовать алгоритм, который легко выучится. Это R, U, Setup Move. Потом рыбка. R, U, R', U, U, R, O2', R', и отменяем Setup Move. U', R', или более короткий, но уже из такого положения. Делаем L, F2, обратный пиф-паф, и отменяем F2', L'. Можно использовать любой, какой вам нравится. Уши. Здесь также можно использовать разные алгоритмы. Первый задействует движение D. R', U', R', D', R, U', R', D', R2. Второй алгоритм использует слой B. R, BR', R', F', R', 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 F'. Он достаточно быстро выполняется. Глаза. Здесь разнообразие алгоритмов достаточно велико. Я приведу 3. Первый, самый простой. Тот, который можно выполнять и на кубике 3х3. То есть это обычная рыбка, доворот и обратная рыбка. Здесь аналогично. Делаем прямую рыбку, но доворот мы делаем уже в другую сторону. U', и делаем обратную рыбку. R', U', R', U', R', U', R', U', R'. То есть он достаточно длинный, но зато можно не учить. То есть две рыбки все уже должны знать. Второй алгоритм. мы делаем через движение R, U, R', U', R', U', R', U', R', U', R', R', R'. Тоже достаточно простой алгоритм. Третий алгоритм является обратным к тому, который мы использовали для ситуации широкие глаза через L, F2. Но его нужно делать из положения вот такого. То есть глаза смотрят назад налево. L, F2, Piff-Paff, F2', L'. Алгоритм, в которых необходимо правильно ориентировать три элемента. Это различные виды рыбок. Их будет четыре. Первая самая простая из кубика 3х3. Они в принципе все из кубика 3х3. То есть обычная правая рыбка. R, U, R', U, R, U2', R'. Точно так же и на мегаминксе. R, U, R', U, R, U2', R'. Если в кубике 3х3 не важно в какую сторону крутить U2, то здесь это имеет значение. Поэтому именно U2'. Зеркальную ситуацию можно выполнять из такого положения. Так же как на кубике 3х3. Зеркальная. L', U', L', U', U2', L'. Здесь тоже самое. L', U', L', U', U', U2', L'. Но удобнее и быстрее делать из такого положения. Так же как и в кубике 3х3. В следующем алгоритме. L', U', U', R', U', U2', R'. Мне кажется так быстрее. Но я использую либо этот, если выпадает в таком положении. Либо через LU, если в другом положении. Следующая ситуация это также рыбка. Я называю верхняя антирыбка. Определять удобно. Вот этот уголок смотрит влево. То есть носик, уголок, ставим вот эту часть вверх. И прокручиваем алгоритм для кубика 3х3. Вот из такого положения антирыбка. R', U2', U', U', R', U', R'. Зеркальная ситуация. Называю нижняя антирыбка. Потому что вот этот уголок ниже этого носика. И я его опускаю вот сюда. И из этого положения делаем следующий алгоритм. R', U2', R, U, R', U, R'. И тут аналогично рыбке вот из такого положения. Глазик вот здесь. Алгоритмы, в которых необходимо ориентировать сразу 4 угла. Начнем с самого простого. Это двойные глаза из кубика 3х3. То есть алгоритм мучить не надо, если вы его знаете в кубике 3х3. То есть его можно сделать двумя способами. Так же, как и на трешке. Самый простой. Фронт. Три фифапа. Фронт штрих. Или из вот такого положения. Так же, как и в трешке. Делаем следующий алгоритм. R, U, R' U, R' U, R' U, R' U, R' U, R' U, R'. Следующий алгоритм. Тоже двойные глаза, но здесь глаза узкие, с этой стороны широкие. Решается также алгоритм для двойных глаз из кубика 3х3, но немножечко другим. R, 2, R' U', R' U', R' U', R' U', R' U'. Следующий алгоритм похож на вертолет из кубика 3х3. Но решается он по-другому, поэтому я его назвал самолет. Решение простое. Мы начинаем делать рыбку. R, U, R' U. В середине делаем пиф-паф. И доделываем рыбку. R, U2', R'. Следующий алгоритм также похож на вертолет. R' U2, R, U2, R' U2', R, U2', R, U2', R' U', R'. Среди множества алгоритмов мне понравился именно этот, поскольку делается он достаточно быстро, если его немножко натренировать. Далее идут два зеркальных алгоритма, которые мало на что похожи в кубике 3х3 и решаются не очень просто, но достаточно быстро. Я сначала обращаю внимание вот на эти глаза. Если вот этот уголок расположен слева, то один алгоритм. Если справа, то другой алгоритм. Начнем с этого. Выполняем из этого положение. Алгоритм хоть не очень короткий, но достаточно простой, если его разбить на части. Первая часть R, U2', R'. То есть это часто встречается в алгоритмах. Делаем доворот U', пиф-паф. И опять же R, U2', R'. То есть в начале и в конце R, U2', R', и в серединке пиф-паф. Зеркальная ситуация. После того, как мы ее определили, нужно перехватить вот так, ну или сразу определять в этом положении. Опять разбиваем алгоритм на части и получаем следующее. R', U2', пиф-паф. Дальше мы начинаем делать пиф-паф. R, U, R', и вместо U', делаем U2', R'. Вот и все. Если разбивать на части, запоминается достаточно легко. Самые неприятные алгоритмы OIL'а в Мегаминксе. Нужно ориентировать все пять углов. Их всего два, и они зеркальные. Опять же определяем глаза и вот этот уголок черненький либо справа, либо слева. Если уголок справа, то оставляем его в этом положении и делаем следующее движение. R, U2', R', U'. Первый блок. R, U2', R', вместо U', делаем U2', R', R'. Этот алгоритм делаем из такого положения, зеркально предыдущего. Движение следующее. R, U, R', U2'. R, U2', R', U, R, U2', R', R'. Чуть посложнее, но делается тоже достаточно быстро. Если обратить внимание на все случаи, которые мы сегодня рассмотрели, то можно понять, что OIL, в которых нужно ориентировать два угла, три либо четыре, часто очень простые, либо из кубика три на три уже известные. Самые корявые – это где пять углов. Но эти ситуации можно упростить до уже известных. То есть, если вы выучили два, три, четыре угла, то эти можно как-то упростить. К примеру, если мы видим глаза, то мы можем из этого положения сделать алгоритм двойные глаза. А у нас получатся обычные глаза, которые мы решать уже как бы умеем. Либо мы можем обращать внимание на положение вот этих элементов и пытаться заметить здесь рыбку. К примеру, если мы увидим два вот таких уголка, которые смотрят сюда и сюда, то можем сделать прямую рыбку и получить еще одну рыбку. И как во многих случаях, если на это обращать внимание, можно упростить себе жизнь. Но вот к такому положению и к пиф-пафам возвращаться уже точно не нужно. Это нужно оставить в методике для начинающих. Сейчас мы рассмотрим ситуации, в которых можно не делать звезду, а сразу собрать весь ОЛЛ. Так называемый One Look ОЛЛ. Я выбрал несколько самых простых и очевидных случаев, которые я сейчас покажу. Первый – это обычная буквка Т. Из кубика 3х3 на Мегаминксе она выглядит вот так. То есть можно сделать фронт, пиф-паф, фронт-штрих и скипанет весь ОЛЛ. Учить эту ситуацию как-то отдельно не нужно, поскольку при виде палки вы все равно сделаете то же самое, альтернативы нет. О чем я говорил в начале видео. Если у вас стандартная галка, у которой правильно ориентирован один угол, здесь уши, здесь глаза, то можно сделать фронт, два пиф-пафа и фронт-штрих. И так же весь ОЛЛ соберется. На это уже стоит обращать внимание. Именно глаза, уши и уголок один собран. Еще пара очевидных случаев. Если вот этот вы сделаете автоматически, используя обратный пиф-паф, то есть фронт, обратный пиф-паф, фронт-штрих, мы получим звезду. Но ОЛЛ еще придется делать. Но если мы поставим в такое положение и сделаем тот же алгоритм, но зеркально, к примеру, фронт-штрих, у-штрих, эль-штрих, у-эль, фронт, то ОЛЛ соберется. Это, кстати, очень удобно и далеко не все это используют. Вот такая ситуация. Она очень похожа на ситуацию с кубика 3х3, где у нас палка с блоком с двух сторон. Здесь также это решить достаточно легко. Есть два варианта. Первый. Ну, из такого стандартного положения сделать фронт, два обратных пиф-пафа и фронт-штрих. И если не удается на скорости делать обратные пиф-пафы, то можно просто сделать фронт и четыре обычных. Раз, два, три, четыре. И ОЛЛ также соберется. То есть хорошая ситуация, которую учить не надо и делать можно двумя способами. Дальше, из очевидного. Вот такая вот буква Т с блоком с двух сторон. Это абсолютный аналог такой ситуации из кубика 3х3. Пиф-паф. Еще один пиф-паф через фронт. Также здесь обычный пиф-паф. Ну, как бы просто опускаем пару. Аналогично и галстук с блоками. Такой же, как на кубике 3х3. Абсолютно тот же самый алгоритм. Фронт. Ну, половинка копья. Также здесь фронт. И все собирается. Кстати, попадается, что буква Т, что галстук сборка достаточно часто. Еще одна ситуация из кубика 3х3. Такой пропеллер. С точкой. И здесь. То есть, выглядят они абсолютно идентично. Ну, за исключением, что вот этот элемент правильно ориентирован. На кубике 3х3. R'F. И доделываем. Точно так же и здесь. R'F. Пиф-паф. Ну, и отменяем установочные ходы. И зеркальный ему алгоритм. То есть, делается абсолютно зеркально. L'F', L'U', L'U', F', L'. Еще две зеркальные ситуации. Их в кубике 3х3 нет. Но делаются они достаточно просто. И определяется легко. Это вот такая вот буковка S, либо скобка с тройным блоком. Для такого расположения мы делаем F, U2. Теперь подобие пиф-пафа. R'U', R'U', F'. Легко и просто. Для этого расположения все мы делаем зеркально. F', U2', L', U, L, U, F. Два обратных друг друга алгоритма, в которых неправильно ориентированы только два ребра. Все углы ориентированы правильно. Чтобы смоделировать один, достаточно прокрутить другой. Они аналогичны ситуациям на кубике 3х3, буковка N и летающий змей. В случае буквы N мы делаем нехитрые движения. Пиф-паф, R, U, R'U', далее единым образом L, R' и еще 4 хода. F, R, F', L'. Но они тут уже интуитивно доделываются. Для летающего змея мы делаем этот алгоритм наоборот. L, F, R', F'. Поднимаем бока, L', R' и обратный пиф-паф. U, R, U', R'. И еще одна интересная ситуация напоследок. Мы здесь видим так называемую снежинку из кубика 3х3. Правильно ориентированные все углы на 4 ребра стоят неправильно. Алгоритм не очень короткий, но очень простой. Вот из такого положения, чтобы вот этот хвостик смотрел назад вверх, мы делаем сначала простую галку. То есть фронт, обратный пиф-паф. Фронт штрих. И на удивление мы получаем галстук. Ну отсюда мы можем либо перехватить, либо сделать U2 штрих и доделать галстук. Очень приятно, когда из одной запятой, ну или точки, получается сразу OLL. В этом видео я постарался дать максимальное количество информации для того, чтобы этап OLL для вас стал понятным и простым. А на этом все. Собирайте Megawinx. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок